Сотрудники прокуратуры и ГИБДД сегодня отправились в детский сад. Все, внимание ремням безопасности в автобусе, договору к фрахтованию и прочим документам. Все это ради безопасной перевозки детей. Соблюдает ли учреждение образование все правила? С проверки водительских документов началась экскурсия для юных северодвинцев. Права обязательно категории D и владение ими не менее трех лет. Сегодня воспитанники детского сада Морозко отправились в седьмую пожарную часть. Первым делом их пристегнули ремнями безопасности. Чтобы поездка была еще безопаснее, муниципальный автобус проверили сотрудник ГИБДД совместно с городской прокуратурой. Я бы хотела там увидеть много пожарных машин. А еще чего? Я бы еще хотела там увидеть мою подружку. Какую? Машу. А она с тобой учится вместе? Она там, она на седьмой станции работает. А сколько ей лет? Ей тридцать две. Тридцать два года. А что, может, узнать бы хотела от пожарных? Как они успевают? Успевают куда? Спасти человека в доме. А сама кем хочешь стать, когда вырастешь? Воспитателем. Почему? Потому что... Света и на лодчей не хотят. Потому что... Все тебя будут не слушаться. И домой без голоса будешь. Проверяющие также смотрят договор фрахтования. Это список детей с указанием возраста и ответственных за перевозку лиц. Учреждение должно за двое суток уведомить ГИБДД о поездке с указанием перевозчика. Самому автобусу должно быть не более 10 лет. Обязательный тахограф, система ГЛОНАСС и знак «Дети». И это не все. Воспитатели также готовят малышей к поездке. На дальние расстояния, естественно, мы беседу проводим с ребятами предварительно. Показываем картинки, плакаты, инструктаж. Ребята очень хорошо знают правила дорожного движения для своего возраста. То есть мы над этим и работаем, чтобы обезопасить. С начала года городская прокуратура проверила 4 школы. В трех выявили нарушения. Напомним, в 2015 году автобус с детьми попал в ДТП. Учащиеся 21-й школы возвращались в Северодвинск после экскурсии в Пинежские пещеры. Водитель турбазы Голубина не справился с управлением. Съехал в Кювет и перевернулся. Детям пришлось самостоятельно добираться до ближайшей больницы. Одна школьница затем проходила лечение. Отсутствовали договоры о фрахтовании с указанием водителя, транспортного средства, срока его эксплуатации и иных необходимых сведений. Как следствие оказалось, что тот автобус, который совершал поездку, не был оборудован ремнями безопасности. Не в отношении водителя, а в отношении транспортной организации перевозчика было возбуждено уголовное дело. В ходе сегодняшнего рейда нарушений не выявлено. Водитель к административной ответственности не привлекался и прошел медицинское обследование. Рейды продолжатся. Рейды продолжатся.